утро к нам присоединилась самая лучшая в мире и самая лучшая во вселенной телекомпании тбн и как я обещал у нас гость и прямо вот обычно гости это тот человек который пришел к нам сослужение сверху он здесь живет но сегодня гость александр шевченко и давайте вот сейчас все вы зрители прямо вот поаплодируем и скажем александр поприветствует телекомпании тбн приветствую что мы сегодня можем пообщаться хотя бы пару минут да у нас буквально мало времени александр это последнее служение в россии для нас реально честь мы пережили прекрасные семинары все было здорово расскажи лучше александр шевченко что за человек как семья как дети потому что проповеди твои просмотров у тебя больше всех из русскоговорящих но ну что кто ты так то я просто саша некоторые шурой называют я всегда говорю что александр македонский убивал всех называл его шурой будьте осторожны но я не себе обычный человек жил в деревне глиеватка на окраине кривого рога господь суверенно избрал поставил служу имею семью одну жену 23 года жена двое детей очень рад что может быть всей семьей в этот раз поездки по россии вы все вместе вы видите что как происходит я знаю что вас разные реакции у детей и у вас на то что происходит в этой стране но слушай ну вот люди вот смотрят нас сейчас и говорят ну как вот в чем феномен в чем феномен александр шевченко вот как он так взял и теперь его слушают почему других не слушают почему тебя слушают какой секрет нет нет секрета надо просто быть собой не надуваться не притворяться не выдумывать просто если есть чем поделиться делись нечего сказать или не знаешь так и скажи ничего не знаю не ну естественность твоя на самом деле здорово цепляет ну то есть когда ты молчишь значит просто ты не знаешь не знаю что сказать хорошо давай секрет давай просто посетят потому что люди как правило они думают что есть какие-то тайны и мы как проповедники как служители их прячем эти тайны мы знаем нам легко все в жизнь дается но потому что мы знаем секреты вот секрет твоего семейного счастья но если семейное счастье опять же любовь любишь человека действительно перед тем как определиться с выбором я стоял на коленях две недели просил бога чтобы я ясно понимал это мой человек или нет я понимал что в жизни многое изменится но когда уже я понял для себя лично что это моё тогда она помогает жизни потому что разные ситуации разные обстоятельства но это мой человек все хорошее или плохое это твой это мой да ты принял решение и не смотрел никогда не назад и пошел вперед нет есть лучшие люди есть более умные более красивые не знаю более образованные но они не мои есть мой человек трубок дал мне ну круто все то есть ты перестал торговаться в этой жизни куда определился ребят правда многие вот слушать определить уже ваш человек все живите строите счастлива ну чтобы ты пожелал знаешь вот такого не духовного прямо духовного а вот по церквям россии ты проехал много где был ну какие-то тенденции чтобы ты посоветовал вот церкви а может быть людям в церквях которые сейчас смотрят нас ну что бросается в глаза так скажем что люди по-прежнему ищут это и хорошо и немножко напрягает почему напрягает потому что вместо того чтобы искать свою дорогу вот свою тропинку это сложно через лес ищешь свою дорогу часто люди выходят уже на чью-то дорогу уже кто-то ее проложил так скажем ищут какие-то мейнстримы где-то такое движение такое движение то хилсон то бэтл там вифель кто куда чтобы вот самому не мучиться вот поиск своего пути люди часто прыгают или выходят на широкую дорогу я бы наоборот советовал лучше помучаться лучше вот поставить больше на коленях перед богом и пастором бы это советовал и частности каждому человеку вместо того что просто копировать счет откровение что-то я так бы советую мне кажется это бы но вознаградилась со временем вот а то что поиск присутствует это хорошо потому что многие люди несмотря на то что стали верующими не продолжает свой поиск это очень хорошо то есть принадлежность тебя к какому-то движению не решает твоих проблем ну потому что есть где-то янгичо когда-то бог ему открыл вот именно так и мне кажется но сработало свое время но наверное сегодня уже так не работает эпоха сменилась и тот же янгичо и та же корея а результаты не те мне кажется для всякого времени для каждого поколения есть какое-то свое откровение я бы советовал именно пастором учитывать этот факт то есть больше все-таки проводить времени на едине с богом проводить времени в поиске своего пути и свой регион своя аудитория возрастная в том числе это все имеет смысл хорошо вот смотри тогда еще такой вопрос для меня очень важный потому что вчера во время семинаров произошел для меня лично феномен нас вчера пришли все религиозные группы этого города даже православный был один по крайней мере подходил один подходил остальные просто не не смогли признаться но они были реально на самом деле было такое количество людей вот мы как церковь то у нас протестантская евангельская такая нас называют харизматической церковь и так далее скажем так вот на простые собрания к нам они не придут но они пришли и и как александр как как нам всех собрать в чем секрет того что ты пришел вышел на кафедру говорил те же вещи в которые мы верим но к нам и не приходит а к тебе пришли но мне кажется что вообще общество или церковь она начала делиться в апостолах она не делилась христе христос он как бы один и даже павел упрекает людей своего времени говорит разве разделился христос но люди делились я полосов я киффин ну как бы людям более нравился кому-то петр кому-то павел не знаю наверное это свойственно всем людям мне кажется чем мы ближе к истине тем больше она такая интернациональная межконфессиональная и чем больше мы заужаем свои взгляды и начинаем свой бренд больше проталкивать тем больше мы разных людей можем оттолкнуть потому что у каждого есть свой бренд и свой флаг люди приходят под своим флагом в мире животных метят территорию вот это моя территория да в нашем случае это не нужно делать мне кажется что когда мы действительно проповедуем чистое евангелие просто ведем людей ко христу они под наш флаг тогда все выигрывают нам проще вести диалог на этом мой взгляд я могу ошибаться конечно но мне кажется что вот именно так ну слушай что вчера было очень милое у меня взаимоотношение с 50 никами были очень много из 50 церквей они пришли в платках они сидели они были их было много и знаешь один вчера мне просто сказал просто подошел ко мне человек а у нас сейчас есть проблемы с по пожарной безопасности закрытием здания подходит просто человек я так знаю его но достаточно давно и если кстати ты не 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 приехал он бы не пришел но он пришел и мне говорит бог помилует вас он при мне это сказал и знаешь я хоть и так принял но мы-то мы-то думаем что мы с дьяволом боремся они думают что это бог нас должен помиловать ну разница в доктринах но я с ним полностью согласен поэтому тебе огромное спасибо потому что ты показал нам такую знаешь общность что мы можем жить вместе очень круто просто это очень здорово и мы мы ожидаем твою проповедь ты потом казахстан ереван да ты едешь домой и домой наконец-то домой дать я там ждут уже два месяца наша поездка два месяца ты враха правил в этой стране но спасибо тебе огромное потому что ну я слежу где-то было как-то ездил это был вообще мы абсолютно разных церковях в разных конфессиях это очень круто мы будем учиться этому спасибо не знаю конечно то что за нас помолишься вряд ли что-то произойдет но тбн продолжаем смотреть онлайн пишите нужды в конце молимся все александр на сцену спасибо огромное спасибо спасибо за то что мы видим твою величие в нашей жизни в наших семьях в наших сердцах без судья и и на во 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 Весь мир в Его начальник и конец. Единый Бог живой в нашей жизни. Отец, сын, дух всякий, он огнен. Велик наш Господь. Увидеть вся земля. Мы поем тебе славу. Вся слава тебе, слава вся. Велик наш Бог. Давайте еще скажем. Велик только сам. Велик. 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 Давай-давай-давай, пошумим, пошумим! Эй-эй-эй-эй! Аллилуйя! Аллилуйя! Друзья мои, друзья мои, мы переживаем три удивительных дня, да? Удивительно, скажите, кто был и кто рад вообще, что мы здесь? Да, аллилуйя! У нас очень много гостей. Если вы из другой церкви, пожалуйста, поднимите руку, мы хотим вас поприветствовать. Ой-ой-ой, добро пожаловать, вы молодцы. Добро пожаловать. Друзья мои, у нас удивительный семинар, у нас удивительное время, и я быстро-быстро представляю. У нас гость Александр Шевченко. Александр, добро пожаловать. И я бы хотел, чтобы вы поняли, это последнее его служение вообще в России. Здесь, знаете, было аллилуйя, а сегодня аминь. Поэтому особенные слова, особенные вещи. Переживайте, давайте погромче поприветствуем. Спасибо. 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 Большое спасибо. Спасибо. За ваше радушие, пожалуйста, можете садиться. Спасибо, друзья. Спасибо. Все так интенсивно, все так быстро. И это правильно, я вам скажу. Нужно беречь внимание друг друга и дорожить доверием людей. Спасибо вам. Здесь жарко немножко, но мы выдержим. Мы справимся. Главное, это наши души, наши сердца, они тянутся к назиданию, к пользе, к духовному питанию. Как ребенок, который рождается, если он родился живым, отличительная особенность живого от мертвого, что он хочет кушать. Он кричит. Он зависим от питания, от калорий. Его рост напрямую зависим от питания. Это первый признак духовно рожденного человека. Ему что-то нужно. Ему нужен какой-то кислород. Ему нужен хлеб, сходящий с небес. Иногда человек сам это объяснить не может, что ему нужно. Но что-то нужно. Душа, она живая. Она может разворачиваться. Она может реагировать. Она может сворачиваться, закрываться, уходить в себя. Когда человек прячется, где-то читал неизвестный автор, он сказал так, «Как ужасно никому не верить, не иметь ни радости, ни друга. И души, окованные двери, никому не открывать по стуку. Но ужасней самому стучаться, вызывая из себя другого. Дверь открыть, увидеть, испугаться и поспешно запереться снова». Это, конечно, страшно, когда у человека нет веры в друзей, в справедливость, в милость. В государство, в церковь, в Бога. Это просто страшно. Когда человек разочаровался, он больше никому не верит, он неверующий, он закрывается и уходит в себя. Предполагалось совершенно другое. Богом предполагалось общение, то есть что-то общее. Предполагалось, когда ты делишься чем-то, радостью какой-то, бежишь. Кто-то тебе рад, кто-то тебя обнимает, кто-то тебе жалуется. И мы разговариваем, мы делимся. И я верю, что Бог предполагал общение всегда. Перед тем, как я буду читать некоторые тексты из Библии, я хотел бы сказать, возможно, у вас есть такой бюллетень. Пожалуйста, познакомьтесь с нашим служением. Посмотрите разные сферы, в которых мы служим людям. Может, найдете себе что-то полезное. Осталось пять или шесть книг, можете их забрать после служения, если вам это интересно, важно, и вы хотите больше развиваться в какой-то духовной области. А сегодня, я хотел бы поговорить все-таки о вере. О вере как о форме взаимоотношений с Богом. Вера важна даже в наших отношениях. Если нет доверия, растет стена. Мы закрываемся, как я сказал, мы уходим в себя. И мы можем жить под одной крышей с другим человеком, но мы абсолютно одиноки. Мы можем ходить в многолюдную церковь, но мы полностью одиноки. Мы можем жить в городе-миллионнике, в большом мегаполисе, но мы страшно одиноки. И это очень опасно и очень страшно, когда человек ни с кем не выходит на связь. Бог захотел, Бог пожелал с человеком строить отношения. Ну, кто такой Бог и кто такой человек? Подумайте на мгновение. Если исходить из того, как Бог представлен в Библии, и те люди, которые имели с Ним встречу и могут что-то сказать о Боге, то, конечно же, это выходит за рамки нашего самого богатого воображения. Потому что Бог, во-первых, везде сущ. Даже вот этот атрибут Бога, он уже вызывает не просто восхищение, а наш разум где-то зависает. Вы знаете, есть как бы цифры. Вот мы можем еще воспринимать там 100 миллионов, 400 миллионов, миллиард. Мы там пытаемся посчитать нулики. А потом, такая высшая математика, и мы раз, и потерялись. И мы больше уже не соображаем, о каких цифрах идет речь. Вот так и о Боге. Вот когда мы начинаем о Боге размышлять, до какой-то степени мы можем что-то понимать и объяснить, а потом мы просто не можем это объяснить. Например, каким образом Бог может одновременно поддерживать общение, безраздельное внимание свое, отдавать каждому человеку отдельно. Я не могу это объяснить. Меня, если даже кто-то отвлекает немножко, и я уже не могу с двумя людьми одновременно разговаривать или слушать двоих людей одновременно. Вот и все. Вот и я и закончился. Вот я и ограниченный человек. А вот эта способность Бога безраздельно уделять внимание, это, конечно, удивительно. Один человек с такой достаточно заниженной самооценкой сидел в тюрьме, рассказывал мне, его тоже Саша зовут, он рассказывал мне, как он всегда искал вот этого, может ли Бог уделить ему внимание личное. Вот ему это было важно. И он однажды видел сон такой, когда видел, как разговаривают двое. И он как бы идет по тропинке, кто-то разговаривает, две личности разговаривают. И вот тот, который стоял к нему спиной, у него было ощущение, было какое-то понимание, что это сам Христос. И он так осторожно говорит, я подхожу сзади, боясь спугнуть, боясь отвлечь его, потому что он что-то очень важное говорит другому человеку. И этот человек его очень внимательно слушает. А я стою так в стороне, как бы лишний здесь, третий лишний, и думаю, ему, наверное, нет дела до меня. Он сейчас очень занят. Вдруг он поворачивается и говорит, да, я очень занят, но для тебя у меня всегда найдется время. Он говорит, я проснулся. И для меня это было так важно, что Бог сказал, да, я занят, но для тебя у меня всегда найдется время. И я вот имею смелость сказать это, что Бог действительно знает твой путь, знает твои особенности, знает твои мысли, знает твои вопросы, знает твои отчаяния, знает твои слезы, каждый вздох знает, знает, когда мы поднимаемся и когда опускаемся. Ну, знает. Знает. И хочет выйти на какую-то связь и построить какие-то отношения. И помочь нам. А вообще, конечная цель Бога это вступить в завет. В чем особенность заветных отношений? Вот, скажем, на примере людей. Нравятся двое людей друг другу. Но они не в завете. Они не в брачном завете. Есть даже люди, которые меня убеждают. Ну, мы в гражданском браке, мы любим друг друга. Врете. Врете. Я сразу скажу, врешь. Если бы ты по-настоящему любил человека, ты бы бежал, сломя голову, чтобы зарегистрироваться, чтобы он был только твоим, этот человек, и навсегда. Ты бы переживал за одно единственное, чтобы этот человек никогда, никому другому не достался, только тебе. Ты бы все делал для того, чтобы связать узами брака свои отношения. А это наоборот. Наоборот. Ты просто хитришь. Потому ты говоришь, что ты любишь, что тебе лишний пас, штамп в паспорте. Это все отговорки и выдумки. Что делает завет? Завет делает то, что у нас становится все общим. Раньше было все мое. Мое время. Как хочу, одеваюсь. Куда хочу, хожу. Сколько хочу, прихожу. Деньги трачу на свое усмотрение. Когда мы в завете, у нас становится все общим. Вот когда Бог строит отношения с человеком, он хочет вступить в завет с человеком, приблизить человека к себе. Но вот этот святой Бог, чистый, непричастный злу, который никогда не познал зла, и человек, о котором написано, нет праведного ни одного, никто не ищет Бога, до одного негодный. Языком своим льстят, уста их открытый гроб. Вот ты смотришь, как вот вообще святой Бог может вступить в завет с таким человеком. Как ты его сочетаешь? Это как масло и вода. Как ты его сочетаешь? Оно несочетаемое. Понимаете, слово сочетать? Это когда ты берешь синюю краску и желтую, смешал их, и вот оно. Вот оно. Ты уже не можешь его разделить. Ты уже не можешь его вернуть обратно. Вот оно, сочетание. И когда Господь хочет вступить в завет с человеком, он действительно идет навстречу к человеку. Он освящает человека, изменяет человека. Он максимально сближается с человеком. Но это сложно. Вот, например, Господь говорит Моисею, постройте скинию. Я вот Бог, который везде обитаю, небо меня вместить не может, земля подножия ног моих. Но вот постройте скинию, и я буду жить между вами. Вот у меня будет адрес. Как у вас есть адрес, и кто-то где-то живет. Вот и я буду жить где-то. И людям это понятнее. И люди приходят вот в определенному адресу, и могут найти Бога, могут излить свои молитвы. А потом Бог говорит, нет, 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 Моисей, не пойдет так дело. И вот мой шатер стоит между вашими шатрами. Я вообще так близко возле вас. Но я все слышу, что вы говорите в своих шатрах. Я слышу, как вы плачете. Я слышу, как вы ропщите. Я слышу, как вы меня подозреваете. Мне очень больно это. Я сделал все для того, чтобы вы мне верили. Мне очень больно и очень неприятно. Я думаю, что если бы мы услышали мысли один другого, нам бы было тоже очень больно и неприятно. Просто мы научились скрывать на все под пасвордами. Но некоторые люди были бы сильно разбиты, если бы мы узнали, что мы хотя бы думаем друг от друга. Так вот Бог говорит, я все слышу, что они говорят. Ты мой шатер, убери отсюда. Потому что я не ручаюсь. В один день мой гнев может воспламениться и это все плохо кончится. Ты просто мой шатер вынеси за стан, поставь вот там. Если кто-то из людей захочет ко мне приближаться, пусть приходит ко мне. Я его выслушаю. И Моисей забирает этот шатер, выносит его за пределы стана израильского. И там находится. И люди утром встают, смотрят. О, Моисей пошел. О, облако, облако опустилось. Опять Моисей и Бог разговаривают. А все на расстоянии. Так продолжалось определенное время. Почему? Потому что святой Бог и грешный человек, ты его не соединишь. Оно несоединяемое. И мне так кажется, это как солнце. Знаете, вот солнце находится на определенном расстоянии по отношению к земному шару. Ты его чуть-чуть приблизишь больше, и земля сгорит от температуры. Ты его чуть-чуть, немножечко отдалишь от земли, и земля покроется льдами. Вот мне кажется, так и Бог. Он постоянно балансирует. Он не может и ближе стать. Мы не выдержим степени его святости. Мы просто с этим не справимся. И дальше не может, потому что мы умрем, если он отдалит себя от нас. Но в любом случае, он делает все возможное, чтобы сблизиться с человеком, чтобы друзьями стать, чтобы понимать друг друга, чтобы слышать голос Божий, чтобы в итоге, в конце, потом, на выходе, быть всегда вместе. В этом замысел Бога. Он даже покидая землю, сказал, я пойду, приготовлю вам место, потом опять вернусь. Вы не сироты. Я пошлю Духа Святого. Я буду постоянно с вами. Два-три человека соберутся ради меня. Я обещаю вам, я буду между ними. Но конечная моя цель, закатать огромный пир. Я приду, вас заберу к себе. Я вытру все слезы. Не будет ни болезни, ни страданий, ни вопросов. Все закончится. Последний враг истребится. Это смерть. Не будет ни разложения, ни коррозии, ни распада, ни ржавения. Не будет ветша тела ваше. Я дам вам новые тела. Это вот мечта Бога, чтобы все вот это земное закончилось небесным. Чтобы тленное обратилось в нетленное. Чтобы смертное обратилось в бессмертие. Это план Божий. Но пока мы на земле, и здесь у нас много сомнений. Здесь мы переживаем, волнуемся, сомневаемся, задаем вопросы, ропщим, болеем. Мы все люди одинаковые. И вот я бы хотел показать, насколько Господь убеждает всех нас, чтобы мы все-таки верили. Потому что вера как раз и есть та самая форма взаимоотношений между Богом и человеком. Именно вера. Мы верою получаем спасение. Мы верою получаем исцеление. Мы верою получаем чудо. Все верою. Нет никаких других оснований, нет никакой другой подпорки, на которую бы мы рассчитывали. Есть только вера. Я повторяю, Господь делает все возможное, чтобы в нас выросла эта самая вера. Взрастить эту веру. Вот, например, Израилю он показывает много чудес. Делает это сознательно, на виду у всего Израиля. Большие чудеса. Доказывает. Во-первых, я обещал вашим отцам. Я еще Аврааму говорил точную цифру. 400 лет. Твои дети, потомки твои будут в рабстве. Через 400 лет я их выведу. Хотя бы это для вас аргумент, что именно через это количество лет я посылаю Моисея, и я действительно вывожу вас из Египта. Ну, как бы много evidence, как американцы говорят, доказательств, что вот я с вами. Я сдерживаю слово. Я море раздвигаю. Я вас питаю мясом, водой пою. Хорошо, давай проверим. Давай проверим вообще. Вы верите мне или нет? Раз Бог не дает воды. Сутки, вторые. И все. И начинаются как бы версии. Удивляешься, как человек быстро проявляется. Я не сказал меняется. Я сказал проявляется. Я не сказал меняется. Я сказал проявляется. Мы все проявляемся, когда Бог нас испытывает. И потому там даже написано в Ветхом Завете, что Бог кормил хлебом, манною, небесным хлебом, и тот же самый Бог томил голодом, чтобы узнать, что в сердце твоем. Зачем он это делает? Чтобы узнать, что в сердце твоем. Зачем он это делает? Чтобы узнать, что в сердце твоем. А как ты узнаешь? Вот все люди слушают. Вот все люди верующие. Как ты узнаешь, кто здесь поистину по-настоящему верующий, а кто не верующий? Как ты узнаешь? Читаешь пятую главу, второе Коринфянам, и там написано, все они прошли сквозь море. Ты через море шел, да, а ты и я шел. Что серьезно? По сухому дну шли, да? Ты лично шел, да, я лично шел. Все прошли сквозь море. Пять раз, а Павел употребляет слово все. Все ели манну, все ели, все ели. Все пили воду из скалы, все пили. Все видели облако, крестились в облаке в Моисе. Все видели. Хорошо, а что дальше? А не о многих из них благоволил Бог, потому что некоторые из них, значит, есть все, а есть некоторые среди всех. Некоторые из них наказаны были, поражены были, потому что роптали. Что такое ропот? Ропот это претензии, ропот это подозрения, ропот это негодование. Да ты нас вывел в эту пустыню, погубить там, в Египте, хоть стабильность была какая-то. Да, мы там были рабами, мы были никем, но нас хоть там кормили. То есть и Богу очень больно это слышать. А разве сегодня не так? А разве сегодня не так? Посмотришь, сколько раз Бог выручал, сколько раз. Серьезно. Оглядываясь назад, ты думаешь, Боже мой, это только то, что мой разум регистрирует, это только то, что я знаю, сколько Бог меня выручал. Я думаю, что в разы больше я не знаю, я даже не подозреваю, сколько раз Бог отбивал духовные атаки, демонические атаки, всяких негодных людей отвращал, предотвращал всякие катастрофы. Я даже этого не знаю. Но даже если учитывать то, что мне известно, сколько раз Бог помогал, иногда колесо пробьешь в машине, уже ноет до вечера человек. Кажется, такая мелочь. Такая мелочь. И человек такой слабый, он начинает огорчать Бога своим неверой. Поэтому Бог сделал все, чтобы человек верил. Особенно, когда мы говорим о вопросе спасения. Это самый главный вопрос нашего спасения. И спасение мы принимаем верою. Как сказал апостол Павел, если ты будешь сердцем твоим веровать, что Иисус есть Господь, и что Бог воскресил Его из мертвых, если ты будешь исповедовать устами то, во что веришь, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Сердцем веруют, а устами исповедуют то, во что веруют. Если ты будешь исповедовать, что Иисус есть Господь, то есть Бог, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, ты спасешься. Как веровать в то, что Христос воскрес из мертвых? А это важно. Это нужно знать, это нужно исповедовать, это нужно понимать. Кстати, вопрос воскресения из мертвых, он чуть ли не ключевой. Потому что да, жил Иисус, некоторые даже историки, Иосиф Лавий, другие документалисты, они свидетельствуют, что действительно такой человек жил. Множество людей были очевидцами этих событий. Ну, человек, да человек, немножко странный, заявлял, что он Бог, заявлял, что он видел Авраама. Ему говорили, ты беснуешься, ты вообще ненормальный. Как ты мог видеть Авраама? Тебе нет 50 лет. Авраам жил 2000 лет до тебя. Что ты имеешь в виду? Он говорит, видел. И Авраам знает меня, и Авраам рад был увидеть день мой, вот сегодня, как я живу. И увидел Авраам мой день, и возрадовался. Он говорит, ты бесноватый. Они берут камни, чтобы его побить. Кто ты? Кто ты такой? Он говорит, сущий. В смысле сущий? Только Бог сущий. Он говорит, я от Бога не шел, я от Бога иду. И потому им было очень сложно его понимать, а он время от времени действительно пытался им доказать, что он родился от семени Давидова по плоти, а Сыном Божьим открылся по духу через воскресение из мертвых. Это первая глава послания к римлянам. Я еще раз это цитирую. По плоти он родился по генеалогической линии от Давида. А Сыном Божьим он должен был открыться. Люди должны были увидеть в нем Бога. Это было обещано. Еще за семь столетий до того, как он придет, пророк Исаия сказал, вот Дева в очреве примет и родит сына. И нарекут ему имя Эммануэл, то есть с нами Бог. Семь столетий до этого. И многие другие пророки. Апостол Петр, например, выразился. Все пророки, сколько их ни говорило, предвозвестило дни Иисуса Христа. И предвозвестило Христовое страдание и последующую за ними славу. Представляете, кто такие пророки? Это самые великие авторитеты Израиля. Апостол Павел в одном месте сказал, что вы же в синагогах каждую субботу читаете этих пророков. Вы же знаете наизусть эти пророческие книги. Так посмотрите, около 400 пророчеств завязаны на одной личности. Это что, может быть совпадение? Это не может быть совпадение. Это не может быть совпадение. Например, Давид пророчествует, пробили руки мои и ноги мои. Что это такое? Да, он пишет это от первого лица, Давид. Он даже иногда, мне кажется, сам не понимает, что он пишет. Под вдохновением Святого Духа. Пробили руки мои и ноги мои и об одежде моей бросают жребий. Вы знаете, что казнь, когда прибивали руки и ноги, пришла от персов за 100 лет до Рождества Христова. Эта казнь никогда не практиковалась. Персы первыми придумали эту тяжелую казнь. Потом римляне ее модифицировали. То есть Давид, который жил далеко до Рождества Христова, понятия не имел, зачем пробивать руки и ноги. Но он пророчествует, что пробили руки мои и ноги мои и об одежде мои бросают жребий. Другой пророк пророчествует, что кость Христа не сокрушится, никогда не будет переломана его кость. А они пришли, римляне, и ломали голени людям, чтобы они повесили и умирали от удушия, чтобы скорее умерли, чтобы их потом похоронить. Подошли ко Христу, чтобы переломать ему кости, а он уже мертв. Опять сбылось пророчество. Потом написано, что его продадут за 30 серебряников. Вы представьте, веками ранее пророк сказал, оценят и назначат цену ему 30 серебряников. Не 29, не 31, не 40. Сколько было денежных девальваций, сколько менялась экономика. 30 серебряников, сказал пророк, точка. Ни Иуда, ни просвещенники даже не подумали о том, что они торгуются за определенную цену, за такую услугу Иуды. И даже не подумали, что они исполняют слова пророческие. Потом, что человек, который предаст Христа, покончит с собой. Это же конкретно написано. Достоинство его примет другой. Потом, что деньгами они не воспользуются, на эти деньги купят участок земли. И не просто участок земли, а купят у горшечника. Ну как такие тонкости могут сбыться? Потом, что он будет к злодеям причтен, как преступник. А злодея всех хранили за городской стеной, во рву. А он будет похоронен у богатого. Это же надо какой-то Иосиф из Аримафеи, сам того не понимая, приходит к Пилату, просит, чтобы тот отдал тело умершего Иисуса. И хоронит в гробнице совершенно новое, где никто не был похоронен. Иосиф этот был богатый человек. Потом масса таких документов, которые существовали во всех пророческих книгах. Повторяю опять Петра, который сказал, все пророки, сколько их не говорило, предвозвестило дни Иисуса Христа. Возвещая Христовы страдания, последующие за ними славу. Потому что делали апостолы? Апостолы были очевидцами того, как сбывались пророчества. Кто такие апостолы? Очень опасные люди для иудейской религиозной элиты. Почему? Потому что они очевидцы. Все, что делали апостолы, давали показания. Все, что делали апостолы, сопоставляли пророчества и факты. Потому их называли всесветные возмутители. Они не просто говорили какие-то сильные речи и возмущали общество. Они говорили, Христос, которого вы убили, и есть Сын Божий. Почему? Посмотрите. Масса пророчеств. Они все сбылись у нас на глазах. Но самое сильное пророчество из всех заключается в том, что Он воскрес из мертвых. Он живой. И мы этому свидетели. Я хочу поторопиться и успеть показать вам несколько текстов удивительных. Почему Иисус потратил уйму времени, чтобы убедить апостолов, что Он действительно жив. Он не просто им однажды явился, какой-то дух там пронесся, и на догадках все. Наверное, Иисус. Наверное. Но, 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 но. Сорок дней Иисус Христос часами проводил с апостолами. И не только с двенадцатью людьми. Слушайте, я читаю, чтобы не быть голословным. 1 Коринфянам 15, 3, 8. Павел пишет. Я сам принял и вам передаю, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Не надо ничему удивляться. Это все было предписано. Этого стоило даже ожидать, если верить в Писание. Дальше. Он погребен был и воскрес в третий день тоже по Писанию. И здесь не надо удивляться. Когда Христос уже воскресший явился двум ученикам, которые шли в Эмаус, Он не просто им сказал, что носы повесили, что такие печальные. Они ему говорят, ты что, новичок? Ты что, не в курсе? Весь Иерусалим шумит. Вот три дня назад здесь же такое творилось. Христа, который был великий пророк в слове и в деле, Его убили, Его казнили. Ты что, серьезно не при делах? Ты что, серьезно новичок? Он же не сказал им, как вам не стыдно, посмотрите, я живой. Он не так сделал, он не так поступил. Как он поступил? Пока они шли несколько часов до города Эмаус. Читайте, что написано там. Он начал от Моисея и всех пророков, изъяснял им все сказанное о нем в Писаниях. Что он делал? Он показывал, что так надлежало, так должно Христу пострадать и войти в славу. Я вот дословно цитирую. Что Христос сделал с ними? Он сказал, вы вообще в Моисея верите? Если бы вы верили Моисею, вы бы мне поверили, потому что Моисей писал обо мне. Что делал Христос? Он сказал, вот ваши авторитеты, пророки, что с ними делать? Вырвать их слова из контекста? Отказаться, что это ваши авторитеты, ваши пророки? Что вы собираетесь делать с этой информацией? Смотрите их сколько. Так вот, что делал Иисус. Начал от Моисея и показывал им все сказанное о нем во всех Писаниях. И говорил, так нужно было Христу пострадать и войти в славу. Если бы вы были верующими, вы бы не удивлялись. Вы бы ждали его смерти, вы бы ждали его воскресения. Он и сам говорил много раз, что сына человеческого предадут, убьют, что он воскреснет. Разрушьте этот храм, в три дня я его воздвигну. Он говорил о храме тела своего. Он прямым текстом говорил. Удивительно, никто в это не верил. Удивительно. Такие стереотипы у людей. И знаете, что еще меня сильно воодушевляет в Иисусе Христе? Он же прекрасно понимает нашу психологию. Он же прекрасно понимает, как можно поверить в то, что человек, который на виду у всех умер, десятки тысяч людей это видели. Когда его обмотали в пелены, положили в гробе, во гроб. И теперь он живой. А как в это поверить? Я вам скажу так, совсем откровенно, пусть никого не огорчит. Вот я не понимаю, мусульман. Я не понимаю, как можно построить религию на показаниях одного человека, Мухаммеда, который доказывает, что он 24 года встречался с каким-то ангелом Гавриилом. И этот ангел отдавал ему какие-то откровения. Мухаммед был человеком неграмотным. Уже его последователи записали все эти откровения. Но один человек. Я вам скажу, если бы Мария единственная прибежала и сказала, вы как хотите, а я видел Иисуса воскресшим, я бы Марии не поверил. Ей и ученики не поверили. В это очень сложно поверить. Читайте, ученики им не поверили. Там написано, слова этих женщин показались для них странными. И они им не поверили. Хотя хорошо знали друг друга. В это невозможно поверить. Я бы не поверил и Петру и Иоанну, которые бы сказали, действительно, гроб пусто. Действительно, ангел сидел. Действительно, ангел сказал, что вы ищете живого между мертвыми. Я бы тоже им не поверил. И Иисус делал вот что. Он явился по воскресении в своем 12, а потом более нежели 500 братьев в одно время. Это приблизительно такая аудитория, как здесь. В одно время, чтобы никто ничего не перепутал. Как вот я стою перед вами, так и Он явился. И не просто на мгновение явился. А слушайте дальше. Он являлся им, это уже в Деянии 1.1.3, здесь написано, что после своей смерти Христос являлся им и дал много неоспоримых доказательств того, что Он жив, в продолжении 40 дней Он являлся им и говорил о Царстве Божьем. То есть 40 дней после своего воскресения, до своего вознесения, Иисус только тем и занимался, что Он приходил к ним, кушал с ними, отвечал на их вопросы, разрешал прикасаться. Фоме разрешил вообще палец сунуть в самую рану, между ребрами, прямо в тело. Сказал, только неверующим не будь. Будь верующим, это та самая рана, когда меня пробили копьем. Это те самые руки, эти самые сухожилия, которые были пробиты гвоздями. Я тот же самый. Просто это новое тело, которое обладает способностью перемещаться, проходить через предметы. Ну, здесь же я ел и пил, он с ними здесь написано, он ел и пил с нами, пишет Петр, в продолжении 40 дней. И теперь мы Его свидетели. И потому ученики с великою силой свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа везде. Почему они это делали? Потому что это в корне меняет отношение ко Христу. Одно дело Он учил, одно дело даже Он чудеса творил, да, много людей претендовали на чудотворцев и на великих людей, но смерть победить. Что, серьезно? Смерть победить? Я как-то на днях вспоминал Стива Джобса. Гениальный ум 20-го столетия. Гениальный. Миллиарды долларов. Лучшие врачи, лучшая медицина, лучшие умы нашего века. Смерть есть смерть. Вы можете соревноваться в своей гениальности до смерти, но смерть всех уравнивает. Потому что если это правда, что Христос победил смерть, тогда Он не человек. Тогда Он сверхчеловек. Это в корне меняет отношение к Христу. С этим что-то надо делать. Потому фарисеев и книжников это страшно раздражало. Они были согласны слушать эти проповеди Иисуса, и уже как-то Его объяснить и оформить, как одно из ветвей иудаизма, со своими особенностями, странностями этими учениками. Как-то Его найдем место в этом многогранном нашем иудаизме. Но то, что Он воскрес из мертвых, что с этим делать? Что делать с этой информацией? Потому не один раз здесь написано, что когда они говорили с народом, 4, 1, 3, деяния, к ним подошли священники, начальник храма, саддукей, они были очень раздражены, что апостолы учат народ и возвещают воскресение из мертвых, ссылаясь при этом на воскресение Иисуса. Если Христос воскрес из мертвых, то и мы Христовы в пришествии Его. Деяние 4, 33. Апостолы с великою силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их. Как мне это нравится. То есть апостолы говорили, друзья, что вы от нас хотите? Вы хотите, чтобы мы замолчали? Вы хотите, чтобы мы нигде не говорили о том, что мы видели и слышали? Мы были очевидцами Его величия. Мы видели это глазами своими, мы слышали это ушами своими, мы осязали это руками своими. Что вы хотите, чтобы мы сделали? У нас не 5 человек и даже не 500. Полтора месяца он привел массу неоспоримых доказательств, что он живой. Как нам спать и утаить эту информацию? Потому это действительно вызывало в обществе такую революцию, такой переворот, что их назвали всесветными возмутителями. Их просто боялись. Потому что они обладали такими сильными аргументами. И я утром сегодня приводил вот этот пример. Некоторые люди, ну, как бы думают, что именно сверхъестественные или чудеса прививают веру. Я много об этом размышлял. И я пришел к заключению, что сверхъестественные или чудеса могут изумлять людей, они могут восхищать людей, они могут удивлять людей, но веры они людям не дают. Здесь что-то другое есть. Если мы говорим об истинной вере, здесь что-то есть другое. Вот даже эта притча, которую Христос сказал, он сказал, жил богатый человек. Возле его дома, возле ворот, всегда сидел нищий, которого звали Лазарем. И в один день этот нищий умер и отнесен был ангелами на Лона Авраамову. И мы не видим, как там в духовном мире, кто его куда отнес, но Господь открывает, как бы так занавес отодвигает, говорит, ангелы отнесли этого нищего на Лона Авраама. Умер и богач, и был пышно похоронен. Но это здесь. А там, в том мире, он оказался в озере огненном. И самое интересное, что он видит этого Лазаря, бедняка, который сидел возле ворот, когда он пинал его ногами, прогонял от своих ворот. И видит, этот Лазарь находится вместе с Авраамом. И между ними утверждена великая пропасть, и ходящие перейти оттуда-сюда не переходят. И этот богатый человек в отчаянии начинает кричать. Отец, Авраам, ну смилуйся, ну пошли ты этого Лазаря. Пусть он хоть перст свой в воду омочит, и мой язык остудит. Ну хоть чуть-чуть. Авраам говорит, невозможно. Невозможно. Это к тому, как вчера кто-то задавал вопрос, стоит ли молиться об умерших. Невозможно. Пока ты живешь и дышишь на земле, что-то можно поменять. Потом уже ничего не поменяешь. Все. Даже такое невозможно. И тогда этот богатый человек начинает просить, слушай, покажи услугу. Пошли ты этого Лазаря на землю. У меня еще пять братьев там. Ну, они его узнают. Он всегда сидел возле наших ворот. Они его точно узнают, что он придет с того света. Ты представляешь, если он придет с того света и расскажет моим братьям, как я мучаюсь в этом пламени, и как он живет на лоне Авраама, то хоть они его веруют, но мертвый воскреснет, мертвый придет с того света, но хоть они не попадут в это страшное место мучения, где я нахожусь. И меня просто Иисус удивляет. Иисус в этой притче говорит, что Авраам отвечает на просьбу богатого человека. Говорит, не поверит. Не поверит. Я лучше знаю. Не поверит. Объяснят это как-то, удивятся, потолкуют между собой. Не поверят. Даже если из мертвых воскреснет. Что он сказал? У них есть Моисеи и пророки. Пусть их слушают. Поэтому у нас сегодня есть Библия, у нас сегодня есть апостолы и пророки. И апостол Павел сказал, мы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем нашего спасения. То есть, друзья мои, посмотрите, как все произошло. Приходит Иисус, сбываются пророчества, сбывается весь Божий великий замысел. Вот он, центральная фигура истории. Вот он, агнец Божий, закланный прежде бытия мира. Вот он приходит. Его бы распознать, в нем бы узнать, вот этого Сына Божия. И прежде всего, вот эти лидеры, элита, духовные люди, знающие закон, они бы его распознали, но Библия говорит, они не узнали его. Камень, который должен быть главою угла, который должен выдержать вес всего этого строения, строящие, строители, выбросили. Для нас, верующих, этот камень драгоценностью. Он все объясняет. Мы на него уповаем. А они его выбросили. Они им ничего ценного не нашли. Поэтому он есть камень, настолько серьезный, что если он на кого-то упадет, он того раздавит. А если кто-то на него упадет, тот разобьется. Христос – это та личность, с которой надо что-то делать. Ты не можешь остаться без последствий. Ты не можешь просто пройти мимо и сказать, ну, есть, был, да и пусть себе будет тот Христос. Не получится. Я хорошо помню одного молодого человека, которому рассказывал о Христе, и он нервно курил сигарету, выкурил одну, вторую. И потом мне сказал, знаешь, я тебе прямо скажу, я очень жалею, что я с тобой познакомился, я очень жалею, что я тебя вот послушал. Раньше я нормально жил, нормально спал. Сейчас не могу, не могу. Вот эти несколько недель, что я с тобой встречаюсь, я не могу. Вот эта информация, о которой ты говоришь, я не могу нормально жить. Я просто ненавижу тебя. Я ненавижу все то, что ты мне рассказал. Знаешь, я подумал, вот оно, Евангелие. Вот оно, Евангелие. Или ты принимаешь Иисуса Христа, или ты его распинаешь. Он камень, который, если на кого-то упадет, он его раздавит. Но он может стать твоей драгоценностью. Он может стать твоим камнем спасения, основанием твоим. Вот просто надо быть очень честным. И надо просто открыть свое сердце и сказать, Иисус, если ты действительно Сын Божий, если это действительно правда, если ты действительно на самом деле жив, я хочу с тобой встретиться. И это возможно. Это по-настоящему возможно. Много людей, миллиарды людей встретились с Иисусом Христом. Каждый по-своему. У каждого своя дорога, у каждого своя история. Но всех этих людей объединяет один фактор. Они хотя бы однажды честно сказали, если ты есть, разрешим я с тобой встретиться. Я приглашаю всех вас подняться на ноги сейчас. Я приглашаю подумать над этим вопросом. Если у вас есть сомнения, если вы колеблетесь в вере, если вы не верующий, и вы впервые попали в евангельскую церковь, сейчас разговор не о церкви, сейчас разговор не о вере православной, протестантской, католической. Откровенно вам скажу, мне это малоинтересно. Сейчас разговор об Иисусе Христе. Весь вопрос упирается в Него. Я хочу знать Иисуса Христа. И я хочу строить с Ним личные отношения. Я приглашаю вас закрыть глаза. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok